В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Радио Крым Реалии Радио Крым Реалии Радио Крым Реалии Растенко запечатлен в центре Симферополя, недалеко от здания Совмина. 8 августа адвокат бывшего чиновника Юрий Авдеев подтвердил, что его подзащиты находятся на свободе. Итак, кто помог бывшему мэру Ялты выйти из СИЗО? Будет ли Андрей Растенко осужден после обвинения следкома России? Кто и как сегодня борется с коррупцией в Крыму? И как с этим делом связан подконтрольной Россией глава Крыма Сергей Аксенов? Обо всем этом мы будем говорить в течение ближайших 25 минут. По версии следствия, Растенко умышленно, незаконно перевел муниципальную собственность в земельный участок под ведомственным санаторием Алубка, которым распоряжается МВД России. Следком считает, что подозреваемый, будучи главой администрации Ялты, не имел на это полномочий. Участок, который он перевел в собственность города, имеет площадь 2,6 гектара и находится на берегу моря, немного западнее Воронцовского парка. По версии следствия, экс-мэр действовал умышленно и знал, что данный земельный участок находится в собственности федерального учреждения МВД России. Данные действия, как считает следствие, нанесли Крыму ущерб в размере 4,5 миллионов рублей. На защиту экс-мэра, тем не менее, встал назначенный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он потребовал освободить Растенко и в резких выражениях раскритиковал Следственный комитет России. Уголовное дело против экс-мэра Ялты он назвал чьим-то заказом и провокацией против органов власти Крыма. В эфире телеканала России он заявил, что, по его мнению, Растенко не в чем обвинять, поскольку прибрежная часть санатория Алубка была возвращена в собственность правительства Крыма. Аксенов утверждает также, что за то время, пока земля под санаторием Алубка находилась в собственности Ялты, она не была отчуждена в пользу третьих лиц. По его словам, раз ущерба республики нет, то и состава преступления в действиях экс-мэра нет. Давайте послушаем комментарий самого Аксенова. Точка зрения Я в деталях разобрался в данном деле, то есть как бы однозначно мотивация следователя возбуждающего уголовного дела, в части той, что республике Крым нанесен ущерб, ложная, поскольку участок находился, по которому Растенко предъявляют обвинение, в муниципальной собственности все два с половиной года. В 17-м году, в декабре, данный участок решением сессии был передан в республиканскую собственность и в апреле месяце был оформлен собственностью за республики. Ущерба нет. Я сегодня в суд направил в данном случае бумагу в части того, что республике Крым ущерб не нанесен, данный участок зарегистрирован находится в собственности, попыток его отчуждения за этот период не было. Это все равно, что вас спрашивают, вы знаете, что ваш сосед ваш обокрал. Ну, пошли проверили, вы знаете, нет, не обокрал. Ну как, нет, вы не знаете, он вас обокрал. Мы его сейчас за это будем судить. Мы говорим, что не обокрал. То есть, как бы уже выяснили, проговорили. Нет, он все равно будет сидеть. Значит, он себе имел и в мыслях вас обокрасть. Ну, я, честно, такого беспредела не видел никогда. Читаю, дело это политически мотивированным, заангажированным. Точка зрения. Вот такое вот мнение господина Аксенова. С нами на связи Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, а вот что в Ялте известно об этом деле? Есть ли какие-то подробности, которые, возможно, знают местные, но вот в СМИ не попадали? Вы знаете, ну, то, что, безусловно, имеет определенный политический контекст, это уголовное дело. Никто как-то из комментаторов не обращал внимания на одну вещь. Если осенью 2017 года Растенко, да, бывал на разного рода публичных мероприятиях в Ялте, но он, в общем-то, старался быть в тени, он был не публичен, да, то, скажем, весной этого года Растенко начал очень мелькать. То он на собрании ветеранов организации «Дети войны», то он участвует там в издании книжки о Ялте, да, то есть было очень много встреч. Ялтинцы воспринимали эти публичные действия Растенко как подготовка к предвыборной кампании. Безусловно, если, как говорят политологи, выборы мэра Ялты, а они в сентябре 2019 года будут снова возвращены, прямое голосование будет, то есть не выборы горсовета депутатов, а потом они по конкурсу назначают главу администрации, а будет, как в украинское время, прямые выборы мэра Ялты и должны совместить в одной должности председателя совета и главу администрации, да, ну, все демократично, все будет по-европейски, так сказать, да, то, как говорят, повторюсь, как говорят политологи, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, конечно, у Растенко были лучшие шансы. В общем-то, он достаточно богатый человек, и можете посмотреть по его налоговой декларации, он еще, придя на пост главы администрации, был достаточно богатым человеком, да, вот, и, соответственно, может быть, может быть, вот это уголовное дело было еще и мотивировано тем, что не надо, Андрей Олегович, думать о выборах. То есть сейчас, безусловно, как бы ни сложилось в дальнейшем следствие по этому делу, его репутация зачеркнута, он уже никак не сможет чисто политически претендовать на то, чтобы баллотироваться в сентябре 2019 года на пост мэра Ялты. Вот так я бы сказал. Сергей, то есть, по вашему мнению, сами ялтинцы восприняли это дело достаточно однозначно, так, словно эти обвинения имеют под собой основу, да? Вы знаете, да, как в свое время говорил прокурор Ялты Кривчихов, он был в 98-м году назначен в шутку, да, у нас у прокуроров есть шутка, мы тебя посадим, но не за это. Вот, опять-таки, осталась масса вопросов, за что Аксенов снял должности Растенко, причем, как снял? Когда выгодно, говорят, мы не вмешиваемся в дела местного самоуправления, когда невыгодно, мы не вмешиваемся в дела местного самоуправления, когда, понимаете, когда выгодно, даются прямые указания. В июле 2017 года Аксенов публично сказал, что он, что даст задание Растенко написать заявление по собственному желанию. Вот, ну, в принципе, так не делается. Это, в общем-то, возможно, но не в публичном, может быть, формате, да. И Аксенов сказал, что он увольняет Растенко за то, что тот не справился с работой. А в чем конкретно не справился? В чем? Генплан не приняли. Вот год спустя сейчас снова обсуждение общественные генпланы идет. Хотя год назад все было уже почти на выходе. Генплан должен был быть принят. Увольнение, отставка Растенко и генплан на доработку. Там много ошибок вроде бы, да. То есть, к сожалению, Аксенов не конкретизировал прошлым летом все-таки какие конкретно были претензии к Растенко. Во всяком случае, при нем был уровень управления на порядок выше, чем сейчас. Вот сейчас вся Ялта гудит по поводу пожара. Вот второй день, третий день уже идет пожар. Понимаете, ну разве это нормально, когда в субботу в 4 часа дня загорелся лес в Ялте над Васильевской, да. Был еще очень маленький, маленький очаг возгорания. Вот. Наверное, местному начальству надо было бить во все колокола, обращаться в Москву, чтобы именно в субботу прилетели вертолеты, начали тушить. А там труднодоступное место, ущелье, да. Там трудно людям подойти, там только с воздуха можно, да. Опять-таки, вызвать авиацию из Ростова-на-Дону и Геленджика. То есть самолеты прилетели, но прилетели уже в воскресенье, когда площадь достигла 26 гектаров. Огромное выгорание, да. То есть и в субботу в 4 часа зафиксировало МЧС пожар, а местное начальство день города. К сожалению, нынешний глава администрации не смог отменить или сократить прием гостей в ресторане виллы Елена. В 19.30 там пела Азиза. Сергей, Сергей, я жутко извиняюсь, это подробности пожара важны, и мы еще будем в эфире это обсуждать чуть позже. Просто мы сейчас говорим все-таки о господине Ростенко, о его взаимоотношениях с господином Аксеновым. Я правильно понимаю вас, что когда вы говорите о том, что вот это мог быть сигнал самому Ростенко относительно того, что не надо участвовать в выборы, то его подал кто-то из его оппонентов. А кто это мог быть? Ну, видите ли, как шутят, у Кремля много башен. У Кремля много башен, безусловно, там насчитывает около 30 финансово-промышленных групп, которые тоже конкурируют между собой. Ну, в нормальном смысле. Это нормально, соответственно, и по политическим назначениям. Безусловно, быть мэром Ялты это достаточно серьезно, так и быть главой республики Крым. То есть, безусловно, есть определенные силы, которые стремятся к отставке Аксенова. Мы желаем ему только прибавить в работе. Вот, и безусловно, то, что Растенко это ближайший друг Аксенова, да, то есть, это дружба, она давняя, все знают, в общем-то, делает честь Аксенову, что он вступился за своего друга, что не стал безмолвно наблюдать, как развиваются события, и вытащил, ну, так или иначе, сейчас он под подпиской о невыезде, да, это только честь делает Аксенову. Но чисто политически, конечно, нужно учитывать все-таки контекст выборов. Да, безусловно, много желающих, много, чтобы поставить своих людей, ну, по крайней мере, демократически, чтобы были избраны на постной роялке, потому что здесь, конечно, ну, много-много вопросов будут решаться имущественных, земельных, да, вот, и по Растенко, опять-таки, же много, тогда же приезжала в Ялту группа генерала Туманова, в общем-то, с автоматчиками, здесь сделали выемку документов, вот, наверное, следственные органы еще очень много изучают. Опять-таки, до сих пор нам не сказали, ФСБ возбуждало уголовное дело, там, 2 миллиарда, в которые понес ущерба бюджет, но, когда при Растенко продали участок земли под Тесели, это дача Горького, это под Форосом, да, вот, опять-таки, возбуждено уголовное дело против его ближайших сподвижников, зама Куктеева и начальника ДИЗО, Морстовый, но, к сожалению, мы пока ничего не знаем. Ну, такое бывает в России, что следствие идет достаточно долго, вот, поэтому людям хотелось бы, конечно, знать ответы на многие вопросы, по многим сюжетам, но, опять-таки, при Растенко на набережной, да. Сергей, я просто вынужден вас прервать, потому что время эфира стремительно подходит к концу, мы вынуждены двигаться дальше, я напомню, с нами на связи был Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник, мы же продолжаем говорить о его освобождении, господина Растенко, о том, каким образом он оказался на свободу, как это стало возможно, о его деле, и с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крыма», Владимир, здравствуйте. Доброе утро. Благодарю, что связались с нами, подскажите, пожалуйста, вот, а вам что известно о подробностях этого дела? Вот, мы видим очень странную ситуацию, с одной стороны, Аксенов заявляет, что не было отчуждения, соответственно, и дело быть не должно, с другой стороны, следкоме видят основания возбуждения этого уголовного дела. Вы что-то знаете о подробностях, которые недоступны, предположим, пока что широкой публике? В данном случае мы видим проявление феодализма очередной раз в России, а когда закон не действует, действуют неформальные договоренности между чиновниками достаточно высокого уровня. Когда мы видим освобождение, сначала ареста, потом освобождение Андрея Ростенко, я хочу порадоваться, потому что тюрьма, это в любом случае плохо для любого человека, который там находится, и я никому не желаю попасть в тюрьму. Но в данном случае есть закон, и его требования должны быть соблюдены. В данном случае был прямой звонок, насколько я понимаю, Путину со стороны Аксенова с бросанием на грудь, с криками «наши бьют», и после этого была одна команда «Максимально тихо!» Этот кейс завершить. Потому что, напомню, в России, если человека берут под стражу, его уже система, она, как говорится, птичка завязла, кокоток завяз, и птичке пропасть. Уже человека не его пускают, потому что он будет осужден в 99% случаев, у нас нет оправдательных приговоров в судебной системе. Там меньше 1%. Поэтому это, конечно, работа непосредственно самого Аксенова, то, чтобы выпустить человека, и он понимал, что если Ростенко заговорит, то вопросы появятся уже к нему. Поэтому были предприняты все меры для того, чтобы этот конфликт был решен в неформальном, незаконном поле. Ну, а как так возможно, что Аксенов получается круче следкома, хотя следкома, в принципе, в России и побаиваются? Это не самая такая простая организация, наверное, я бы сказал. Ну, во-первых, следственный комитет находится сейчас под ударом, и в ближайшее время его ждет реформирование. Бастыкин находится в отпуске в сентябре, он из него уже не выйдет, поэтому я бы не говорил о том, что следком является какой-то там аналогом ФБР в Америке то же самое. То есть Бастыкина съели, и это тоже повлияло на решение платону. То есть, другого говоря, там никто не стал защищать людей, которые занимались арестом, расценкой и расследованием этих дел. Поэтому я могу сколько угодно там рассказывать сказки друг другу о том, что в России есть закон, есть жесткое преследование преступников. Вот вам конкретный пример, как работает закон в России. И вот я в Фейсбуке увидел комментарии от одного из крымчан о том, что ради чего там в 2014 году что-то происходило. То есть ради того, чтобы опять вернулись к той же самой практике, которая была до 2014 года. И вот мне кажется, это самый печальный итог и пример по данному делу. Владимир, а вот смотрите, я на всякий случай вернусь к ялтинской теме. В апреле Горсовет Ялты проголосовал за отставку Елены Сотниковой. Ее называют протеже спикера парламента Крыма Константинова. И она, напомню, она как раз сменила в свое время Андрея Ростенко. А вот вместо Сотниковой Горсовет снова назначил исполняющим обязанности мэра выходцы из ФСО Алексея Челпанова. И его тоже снова называют человеком Аксенова. Вот скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что фактически Аксенову удалось снова восстановить полностью контроль над Ялтой? Да, вы абсолютно правы. И грызня, которая идет под ковром между Константиновым и Аксеновым, она не является тайной ни для кого, кто хоть немножко понимает, как управляется Крым. И здесь, в данном случае, Аксенов показал зубы, сказал, что самый лакомый кусок крымской земли будет находиться под моим контролем. И никому я его не отдам, несмотря ни на какие там вот эти аппаратные игры сейчас выдвижения Сотникова и так далее. Надо отметить, что в России полностью убито местное самоуправление, поэтому депутаты, которые должны защищать интересы как города, так и горожан в той же самой Ялте, они теперь превратились всего лишь в Лакиев Аксенова и Константинова. и куда им дадут команду, туда они побегут. Хотя это отдельный вид власти, она не подчиняется Аксенову. И вот я хотел бы сказать о том, чтобы они требовали депутатов именно соблюдения и защиты своих прав, а не вот это постоянное перебегание от одного феодала к другому. Поэтому это, конечно, позор. Владимир, и вот тоже такой не менее важный вопрос. Вот когда мы говорим об аппаратных играх, вот скажите, пожалуйста, вот наш предыдущий спикер Сергей Сардыко, он заявил, что вот есть некие группы, которые были заинтересованы в устранении бывшего мэра Ялты господина Ростенко. Вот по вашему мнению, кто мог это быть? Константинов, какие-то другие группы из Москвы. Почему такое дело могло быть открыто? Ну, во-первых, удивительно, почему это дело не было открыто раньше, я бы и раз так вопрос задавал, потому что уровень нарушения закона со стороны людей, заправляющих этим городом, просто запределен. И в данном случае ничего не меняется. Там любого бери, как говорили в старой поговорке, сажай его в тюрьму, и он будет знать, за что он будет сидеть. В данном случае человек и Андрей Ростенко, и люди, которые будут после него работать в этой системе, даже проблемой в системе, а не в людях, они будут нарушать закон, и они будут прекрасно понимать, что как только они оступятся, как только они сделают ошибку, и их хозяину что-то не понравится, они сразу поедут на зону. И, соответственно, они будут выполнять сибири, и все безусловно хозяев в обед на защиту. Как раз и показал Кейс Ростенко. Владимир, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Мы же продолжаем наш разговор. К нам включается Илья Большедворов, общественный активист в Крыму и председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. Вот вы же судите сейчас фактически с Аксеновым, который подал против вас иск. И фактически ваше дело связано с арестом Ростенко. Вы написали жалобу, вы написали, ну точнее, проблемой, как раз вы написали на своей странице в Facebook несколько комментариев по поводу реакции Аксенова на дело Ростенко. И там вы упомянули, что глава Крыма и арестованный экс-мэр имеют криминальное прошлое. Из-за этого, собственно, Аксенов подал против вас иск. Насколько я знаю, самое интересное это то, что вы подали жалобу на эти резкие, скажем так, заявления Аксенова в следком. И мы с вами в эфире как-то уже обсуждали это, и вы говорили, что, собственно, это жалоба и стала причиной основной иска. Вот что-то новое от вашего разбирательства есть? Есть ли какие-то новые подробности вашего дела? Ну, новых подробностей пока нет. 20 августа назначено судебное заседание, уже после судебного заседания будет понятно, что какие-то будут новые подробности. Этого дела нет. На сегодняшний день все пока как бы так было, так и остается на месте. Никакого ответа, что удивительно, от прокуратуры либо следственного комитета на свое обращение до сих пор не получил. Илья, скажите, пожалуйста, а вот фактически мы видим очень интересную ситуацию. В Ялте сейчас назначение с Аксенова. Растенко отпустили, против блогеров подаются иски фактически за их высказывания в социальных сетях. Можно ли сказать, что Аксенов фактически победил в этой борьбе? То есть, он может делать в Крыму все, что ему заблагорассудится? Ну, нет, я бы сказал, что если бы он победил в этой борьбе, наверное, он бы исковые заявления какие-то не подавал. Это больше как средство устрашения, чем какое-то действительно серьезное мировоззрение. Все мы понимаем, что вот эти суммы, которые там Сергей Валерий заявляет в своих исковых заявлениях, они нереальны. В любом случае, даже имея возможность воздействовать на органы судебной власти в Крыму, какой-то серьезное, какие-то серьезные последствия в подаче подобных заявлений я, например, для себя не вижу, потому что все мы знаем, во-первых, низкий уровень доверия сегодня и судебной системе в Республике Крым и Сергею Валерьевичу Аксену как представителя власти. То есть, фактически какие-то потери репутации от того, что я, допустим, проиграю или выиграю, это дело я никакой для себя не вижу. Но Сергей Валерьевич больше, наверное, рискует меня в данном случае, потому что если нам все-таки удастся доказать, допустим, участие в организованных присутствиях группах группах и еще что-то, то соответственно его репутационные потери будут несоизмеримо большими. Единственное, что может быть, он надеется все-таки, еще раз повторюсь, на свое влияние на судебную систему, но это же вещь такая, она сегодня есть, а может уже и не быть. Ну и я вижу в этом больше какое-то проявление непонятной истерики, что человек столько времени достаточно держался, пытался находиться над ситуацией, каким-то образом не замечать выпады в свою сторону, еще что-то, а тут вдруг он решил одновременно видимо решить Я прошу прощения, вынужден прервать, вас напомню, на связи с нами был Илья Большедворов, общественный активист в Крыму, в студии был Александр Головов, Радио Крым Реалии, услышимся буквально через пару минут. Новости в эфире Радио Крым Реалии. Доброе утро в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Сестра Сенцова заявила, что информация о его освобождении была злой шуткой. В Крыму открылся первый крематорий. Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года, сейчас подробно. Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан предполагает, что сообщение о том, что якобы самолет с политзаключенным вылетел из Салихарды и возможно прибудет в Киев было чьей-то злой шуткой. Об этом она сказала в эфире Громадского радио. Каплан считает, что причиной такой реакции людей на пост Виктории Ивлевой в Фейсбуке стала надежда. По словам, люди начали распространять информацию и звонить ей и адвокату Сенцова, потому что надеялись, что это правда.